Всем привет, мои хорошие! Мне надо со скоростью света снять мукбанг, потому что темнеет. Или на половине мукбанга мне придется встать и начать включать освещение искусственное. Искусственное освещение это выглядит настолько, знаете, так культурно. На самом деле это просто обычная лампочка, как у вас в туалете, например. Давайте приступим к еде. У нас сочный бургер. Почему мне не положили вот эту шпажку? Я не знаю. Посмотрите, какой он мягенький, горячий. Доставка быстрая. Здесь, значит, шаурма. Здесь у нас, конечно же, мои любимые... Конечно же, мои любимые маслины. И пару роллов. Где мой меч? Где мой меч? Приступаем. Меч взяли. Приступаем. Первые, конечно же, пойдут роллы запеченные. Мои пузички мои, как скучала. Сколько времени? Глянем. 7 часов. Я заранее, ребят, извиняюсь за то, что свет, наверное, скорее всего, будет немножко то появляться, то исчезать. Солнышко то заглядывает, то выглядывает. Просто облачка и все дела. Я обожаю шаурму. Вы знали, чем отличается шаурма от донера? Я недавно узнала, оказывается, именно в шаурме. Есть этот чесночный соус, который я обожаю. И еще картошка фри. Я хотела заказать рядом еще картошку фри. Мне сказали, так внутри есть все равно. Как вкусно. Не отходя от кассы, давайте немножко поотвечаю на вопросы. Прям целый день переписываемся с Фатим. Целый день. Я боюсь, что мы с ней поругаемся в конце. Просто когда с каким-то человеком вы общаетесь чрезмерно много, это приводит в конце к чему? К скандалам. Поэтому очень осторожненько общаемся. Ну, просто уже, наверное, 3 дня целый день я слушаю ее войсы, а она мои. Айка, расскажи, пожалуйста, о своем любимом певце или, например, певице. Может быть, у тебя есть любимый блогер, как ее зовут и чем она занимается. Что касается певца, у меня нету такого, что мне конкретно нравится один певец. В детстве, когда я была совсем мелкая, было Евровидение. Я прям тащилась по Диме Билану. Но сейчас его песни как будто устарели. Совершенно не нравится. Вкусы поменялись, появились новые исполнители, но это нормально. На данный момент мне очень нравится песня Джонни. Не потому, что он азербайджанец, а мне просто кажется, что его песни захватывают душу. Очень душевная песня. Мне кажется, особенно для девушек, любимый исполнитель это Джонни. Если вы тоже любите Джонни, пишите в комментариях. Среди блогеров могу отметить Ивлееву. Мне очень нравится ее инстаграм, в том плане, что она умеет поугарать над собой. Она выставляет такие фотографии со вторым подбородком. Без косметики, с веснушками. И это круто. Иногда ты листаешь инстаграмы, например, звезд и думаешь, блин, какая я уродина. А на самом деле это сплошной просто фотошоп, а она выставляет такие фотки. Я иногда в шоке, что неужели это инстаграм девушки, у которой 17 миллионов подписчиков. Чувство юмора. Мне очень нравится. Насчет певиц, девушек. Мне нравится, например, Ольга Бузова просто как человек. Ее искренность, ее история. Немного фоток, то, что она выкладывает. Но ее песня прям все не могу сказать, что это прям шедевр. Если Ивлеева начнет петь, мне кажется, мне будет очень интересно послушать, как это будет. А так, с одной стороны, становится так грустно в детстве, когда я была мелкая совсем. Я помню, была в моде Five Star Family, по-моему, тогда называлась группа. А сейчас вообще ее не слышно. То есть сегодня их песня хит. Завтра не хит. смотрела интервью Ромы Желудя. Когда-то он был супер знаменитый, когда-то у него была толпа просто фанатов. Я, честно, никогда не была его фанаткой. Но меня просто поражает его комментарий. Сейчас все пишут фу, ты дно. Никто тебя не смотрит. А где прежние фолловеры? Почему никто его не поддерживает? То есть времена меняются. И мне кажется, вот эта типа популярность, которая нам кажется, она просто куда-то может улетучиться, и ты можешь остаться один совершенно. Поэтому нужна стабильная работа. Блогинг это, конечно, хорошо, но работу иметь надо. бургер. Самое интересное. Очень нравится у них бургеры, потому что приезжают прям теплые, супер мягкие, сочные. Здесь такой соус, который я реально нигде больше не видела. Я забыла притащить воду. Пью воду бабушки. Как будто с каким-то лекарством. Мне кажется, так получше, да? Уже света не так много, нужно закругляться. Быстренько доснимать видео и валить. Айка, была ли ты в кусарах? Да, была. У меня там родилась бабушка. Но это совершенно не мое место. Моя бабушка родилась в деревне, где воду нужно было таскать за несколько километров от дома. Представляете? Вот это вот сложности жизни. А у нас с вами красота. За дровами в лес. Еще надо было учиться. Представляете, они еще в школу ходили. учительница требует, что ты не выучил урок, и ты такой говоришь, так я за водой ходил в соседний город. Некогда было. Пошла-то. И она такая, а, за водой. Так ты молодец. Ты дома помогаешь? Тебе пятак. Садись тебе пятерка. Вот как мухлевать можно было. Я помню один раз, мы были где-то в четвертом классе. Я до сих пор помню, этого мальчика звали Коля. Учительница нам задала написать сочинение, которое никто не написал. и она всем поставила двойки. И на последней парте сидел у Коля. Он сказал, нет, я написал. И она сказала, тогда выйди и расскажу. Взял тетрадку и начал читать сочинение. Минут, наверное, пять читал. Потом учительница его похвалила. привела привела нам в пример. Сказал, никто не написал, а он написал. А Коля умница написал. И она хотела поставить ему пятерку, но в тетрадку. Он с таким страхом отдал ей эту тетрадку, оказалось, что там даже нету ничего. он на ходу оказывается сочинял. Мальчик в четвертом классе, представляете, очень способный мальчик был. Он такие стихи писал. И учительница всем влепила двойку, кроме Коли. Я даже написанный текст прочитать не могу при учителе. Я сразу теряюсь. Не то, что сочинить прям на ходу. Поэтому, когда, например, сравнивают два ребенка, этот учится, этот не учится. Иногда бывает, особенно у мальчиков, ребенок даже не старается, не учится, но у него все круто получается. хорошие оценки и так далее. Еще мы когда на занятия ходили, Владимальчик, он вообще не готовился. Вообще, ни одно домашнее задание не видела, чтобы он написал. И он поступил. Поступил на бесплатно, у него была феноменальная память. Он все помнил. Я 50 раз читаю, потом учу наизусть, через неделю не помню. Что там было, не помню. А вот какое отчество моего любимого блогера, это я помню. Мой мозг сохраняет только интересную информацию. А то, что неинтересно, ликвидирует. Это очень плохо. В общем, на этом все, ребята. Я вынуждена с вами попрощаться, потому что уже и камера сядет, и света уже нормального дня, темнеет, так скажем. Да и наелась я, если честно. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами Блайк Эмили. Всем пока!